Уникальная съемка, первая в истории, дозаправка в воздухе ПАК-ФА. Вы были первым, кто на Т-50 подошли к топливозаправщику, начали перекачивать топливо, вопрос прямой. Ну и как вам? Все было, в общем-то, нормально, характеристики самолета на этих режимах дозаправки подтвердились, никаких существенных особенностей выявлено не было. Были определенные замечания, особенности незначительные, которые впоследствии немножко скорректировались. И доработана система управления немножко, чтобы еще более получить приемлемые характеристики. Тем, кто интересуется авиацией, сложно не узнать этого человека. Сергей Богдан – заслуженный летчик-испытатель и герой России. Достаточно сказать, что он первым поднял в небо первый Т-50. Но есть ощущение, что вы просто подлезли под самолет, еще вот-вот-вот и дистанция какая-то минимальная. В действительности это все находилось в допустимом диапазоне дистанции от конструкции танкера. И это именно тот допустимый диапазон, в котором строевые летчики должны работать. А в этот момент не трясет каких-то турбулентных потоков? В этом месте нет? Нет. Непосредственно на самых малых дистанциях есть небольшой след спутный, который идет от танкера. И он немножко-немножко касается килей. Совершенно чуть-чуть. Но это практически никак не сказывается на характеристике устойчивости управления самолетом. Впрочем, это было только начало. Дальше конструкторы усложняют задачу. И в этот раз топливозаправщик выпускает сразу два шланга. Истребитель будущего по очереди подходит к каждому, примериваясь, удобно ему или нет. Дело в том, что у Т-50 система дозаправки отличается от той, что стоит на всех остальных истребителях нашей армии. Продолжение следует...